Всем доброго, доброго и прекрасного времени суток и доброе утро для меня. И у кого утро сейчас, доброе, прекрасное, прекрасное утро. Сейчас 7.30 утра, домик. Конечно, здесь птичек нету, никто не живет, просто висит, как для красоты. Мои вьюночки растут, все цветет и радует. Вот, весна, весна уже заканчивается почти, скоро лето будет, у нас каникулы через 3 дня начнутся. Цветочки растут, радуют кустики огромнейшие. Скоро буду постригать их, когда цветочки упадут, потому что жалко отрезать. Поэтому вот такую красоту, когда они уже засохнут, тогда я буду постригать этот куст. Даже вот видите, как он вырос, прям на этот горшок лезет. Когда я поставила, этот горшок был открыт. И еще вот эти цветочки растут, герани розовые, такие красивые-красивые. Красота невероятная цветов. Посмотрю свой огородик. Вчера муж поставил сетку, чтобы зайчики не проходили. Вот, вот так. Видно, вот сетка. До сюда она. Он говорит, что если такую короткую сделать, то, может быть, зайчики будут перепрыгивать отсюда. Ну, я думаю, навряд ли. Я говорю, давай посмотрим. Просто у нас больше не было. Сколько было сетки, столько мы и поставили. Так. А здесь он не поставил, надо сказать. Не хватило. Да. Здесь, конечно, пролезут. А так они у меня кушают. Капусту мою, брокколи кушают зайчики. Прямо обгрызают листочки. Вот. Покажу сейчас. Вот так кушают они. Здесь увидела. Не помню. А, вот здесь. Вот прям вот конкретно поели. Сейчас. Вот. Вот как обгрызают листочки. Конечно, вкусненько для них. Good luck. Пока. Bye. Еду в наш местный универмаг. Это Walmart. И мне надо взять кое-какие продукты. Школа у нас до 30 мая. И потом начнутся уже летние каникулы. Практически каждый день отправляют e-mail со школы. Если у тебя не один ребенок, а больше, так это вообще только сидишь. Каждый день не смотришь на эти e-mail. Проверять надо обязательно. Потому что если не проверишь, ты можешь что-то пропустить. Допустим, они пишут, что-то надо принести. Или что-то надо сделать. Или какую-то одежду специальную одеть должны. И вот они всегда отправляют e-mail. И, конечно, бывает, что я пропускаю, забываю посмотреть. Допустим, на той неделе надо было принести старшему полотенце и эти плавательные шорты. А я не посмотрела e-mail, и вот пропустила. А потом они мне звонят, говорят, вот так и так. Я потом бегу в школу, еду, приношу вещи. Поэтому надо, да, конечно, обязательно всегда проверять. Но бывает, бывает, и забываешь действительно. Подъезжаю к Валмарту нашему местному универмагу. Он в таком, видите, голубом стиле. А вот с левой стороны прям есть мойка. Я приезжаю сюда на мойку мыть машину. Все рядышком, все близко. В стоянке машин мало, значит, народу мало. Понедельник, утро. Вот такое время я люблю ходить в магазин, когда очень мало народу. Я хочу себе взять коллаген. Что-то я подзабыла про него. Есть в такой порошке, но я хочу взять в витаминках. В капсулах, то есть. Порошок не хочу. Есть вот такие вот со скидкой. Возьму вот этот коллаген. На посуду скидка еще больше стала. чем было. Где желтенькие вот ценники со скидкой. Сковородки. Это со скидкой. Так, а сколько было? А, было 30, сейчас 20. Это вот со скидкой. Так, кастрюлька была 40, сейчас 30. Так, было 30, сейчас 20. Ну, получается, на 10 долларов дешевле. Это было 13, сейчас 6,50. Сковородка. Это маленькая. маленького размера. Это все со скидкой тоже. И то, что скидкой. Так, здесь уже пусто. Мне надо взять мячи для тенниса большого. играть. Ракетки у нас есть. Вот недавно собрались играть в теннис, а мячей нету. Все растерялись. Теперь надо взять. Вот эти, наверное, возьму. Они хорошего качества, потому что вот такие они мягкие, а эти вот, вот эти, они более такие жесткие и будут отпрыгивать хорошо. А вот эти нет. Взяла вот такую штучку. Это для велосипеда. Установить вот так и поставить телефон. Потому что на велосипеде надо ездить и мне вот такая штука нужна. Чакли-чип-куки взяла. Это готовое тесто. Просто в духовку ложишь и все. И печеньки готовы. Возьму пищевую пленку. Возьму печенье Oreo. Возьму чипсы. Эти чипсы очень и очень острые. Ну, мой младший сын любит. Дочка попросила взять Starbucks. Вот такой карамелевый вкус для кофе. И две пачки макарон возьму. Это Angel Hair. Очень тонкие, супер-супер тонкие макароны. И огурцы. Пакетик такой малюсенький. Сколько? Пять штук здесь. Взяла еду для школы детям. Здесь индюшка, печенька, Oreo печенье и сыр. Все. Корзина у меня готова. Теперь пойду на кассу. Как всегда, буду сканировать сама. Вот такая штучка. Сейчас поставлю на велосипед. Как обычно, ветер дует. Сейчас можно поставить сюда любого размера телефон. Еще есть вот стаканчик для бутылки. И вот так она крутится. Можно поворачивать вот так. И удобно будет ехать и смотреть на телефон. Хочу проехать, посмотреть, как будет выглядеть видео с велосипеда. можно так чуть-чуть, чтобы мне видно было. В принципе, неплохо. Даже очень хорошо. Так, теперь обратно поеду. Так же могу и себя снять. Это я на велосипеде еду. Небо-то какое красивое. Все видно, все хорошо. Еду в магазин Organic, где все продается натуральное. А я хочу посмотреть витамины коллагена, которые я купила. Что-то там я засомневалась, там надо три таблетки пить, три капсулы. А мне хочется, чтобы одна была. Поэтому я хочу еще в другом магазине посмотреть. Если я найду что-то получше, значит это просто верну и все. Здесь очень много разных витаминов. коллаген в порошке. Так, стоит 25,59. Здесь вообще чего только нету. Рисовый протеин. этот протеин для похудения, чтобы сбрасывать вес. Коллаген в порошке. Так, я бы хотела в капсулах. Пока еще не нашла. Ищем, ищем. Так, это тоже все протеин. Много-много разного протеина. коллаген, но в порошке. Я, в общем, чуть-чуть поизучала коллаген. Вот этот коллаген со скидкой 21,79, который я взяла в капсулах. Там 3 грамма всего коллагена, а вот в порошке оказывается намного-намного больше. Здесь 20 грамм. 20 грамм. Я вот в других посмотрела. Здесь тоже 20 грамм коллагена. А у меня, который я взяла 3 всего грамма. Поэтому те в капсулах я верну и возьму все-таки в порошке. Вот еще есть как раз со скидкой. И плюс это пробиотик. И надо класть всего одну ложечку. Допустим, вот эти я сейчас посмотрела. там надо 4 ложечки. А тут 4 столовые ложки надо класть. Так, какой-то еще посмотрела, не помню. Две надо, а вот это одна ложка. Поэтому я все-таки возьму вот этот коллаген. Был он 25, сейчас 22. Ну, на 3 доллара дешевле. Все равно уже хорошо. это вот нос промывать 20 долларов. Такая чашечка. Такая есть 17 уже нос промывать. Так это что? А, это соль разбавлять с водой. Вот еще есть такая для носа. там мега куча. В общем, в этом магазине столько всего, столько всего, чего только нету. Очень интересно, конечно, здесь ходить, смотреть протеин для женщин. Цены, конечно, тоже дороже, но я думаю, этого стоит, потому что очень хорошие, качественные витаминчики. Возьму вот эти омега-3 в гаммис, они тоже со скидкой вот были 20, сейчас 10, 50% скидка. Так что я возьму себе, у меня нету, как раз тоже давно не пила, надо взять. На коллагенах некоторых написано вот тип 1, там 2, 3, что это значит, я не знаю. Вот здесь я, например, не вижу сколько грамм есть коллагена. Написано протеин 6 грамм, а сколько грамм коллагена ничего не написано. Вот это тоже хороший коллаген с витамином С, с гиалуроновой кислотой, вот тоже тип 1, от 1 до 3, но здесь 12 грамм коллагена, который я взяла, там 20 грамм коллагена. Есть и в конфетках оказывается, но всего 2 грамма коллагена 17 долларов. Веган коллаген 39 сколько здесь коллагена? Не вижу я сколько грамм коллагена. По-моему, в некоторых наверное не написано, не знаю даже. Так, это протеин. Еще какой-то коллаген 37 долларов. 2 в 1 только 1 капсула. Не знаю, не написано тоже, сколько грамм коллагена веганский. Написано, что защищает ваш собственный коллаген. Ну, это в следующий раз. В следующий раз приду, буду смотреть что-нибудь другое, что-нибудь новенькое. В этом магазине есть и продукты разные, и молочные, и все-все органик. О, где-то водичку набирает. Запах здесь тоже такой специфический. Вот делаю этот коллаген. здесь 20 грамм коллагена есть для кожи, для костей. И взяла рыбий жир.